здравствуйте дорогие друзья с вами феникс the game это продолжение обзор по героям на данный момент мы рассматриваем с вами закладку танков все идет абсолютно по алфавитному порядку ну давайте начнем первые это у нас алистер алистер это один из классических героев до самой почти это самый до первый танк даже когда появлялись первые видео по этой игре то он большую свою очередь участвовал в этих видео сейчас было очень много изменений по этому персонажу его то делали абсолютным танком потом мы его пробовали переделывать в мага сейчас же он остается также сильным и в дамаге и в защите то есть танк из него получается конечно отличный с его то скиллами особенно с ультой которая дает ему почти там на некоторое время почти непобедимость то есть там он просто блокирует по-моему аж до 80 80 90 процентов входящего дамага неважно это будет башня игрок любой дамаг абсолютно 80 90 процентов то есть супер офигенный плюс к этому он себе еще прибавляет атаку на д но принципе это не очень нужный баф самый главный баф это вы его юзайте вы почти бессмертный раньше принципе почему брали алистера он был здесь написано пушер почему пушер наверное еще не убрали раньше у него очень хорошо работала пассивка с башнями то есть он был самым главным соперником башен он имел прибав прибавку пассивную прибавку к дамагу именно по башням то есть можно было очень быстро их сносить был такой так скажем неплохой потом это все про фиксили но сейчас это почти также работает только чуть-чуть по-другому сейчас это как бы такой временный бафа а раньше это был такой постоянный баф в общем всем кто хочет купить никакого танка не знаю кого первого попробовать я боли стропа первого кого я взял так это его да им легко играть в него легкие скиллы легко перемещается по карте но в джунглях принципе можно им попробовать но лучше на линии лучше на линии следующий у нас идет следующий у нас идет о маму о маму тоже один из стареньких персонажей раньше его билдили только в танка такой маленький маленькая мумия супер так скажем супер 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 скиллом с ультой своей которые один одно наверное самое главное что у него есть так это ульта принципе все остальные скилл они так просто добавить как добавочное хорошо себя чувствует как в джунглях так и на линии сейчас можно очень много заметить о маму бегающих в билде а.п. он очень хорошо своим у своей ультой которая у ешной как и у ну ну так почти такой же даже радиус как ну ну да он может просто всех застоните дамажить их в течение какого-то определенного времени тоже в управлении очень прост если вы играете только 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 начали играть я вам очень советую вам очень понравится чувствует себя также к на линии очень прекрасно со своей пассивкой которая когда вы бьете обычно физической атаки врага у него понижается магическая защита то есть если вы собираете его в об этом можно под экспериментировать допустим со скоростью атаки вы будьте но это бредово вы будьте раздамаживать врага тем самым бить его своими скиллами но берут как я говорил его в основном за его ульт потому что он очень хороший а вы ешь на такой стон еще дамажит следующий у нас идет галлио горгуля появилась в одиннадцатом году сначала когда его придумывали вообще-то как когда появился первый рисунок с ним до этого все очень жаловались все танки они принципе все имеет по защите от физического урона не было ни одного танка который именно на то время на то время был очень сильный рус у него работала если кто помнит у него работала ульта как вам сказать как прибавление а.п. то есть это такой мега просто нагибатор был просто жесткий я помню розам в бою набивал по 20-30 фрагов легко розам потом вообще все перестали коллективно играть потому что это была невыносимая игра это жесткие нагибоны но как видите сейчас очень сильно профиксили он уже не нагибатор уже обычный галео это первый танк который появился в игре который именно позиционирует себя на защите магического урона именно магический танк имеет очень хорошие скиллы был один из первых персонажей которые мог так как действовать себя как танк саппорт и просто обычный танк именно на магов имеет тоже отличный ульт он ауешный забегаете в толпу юзайте ульт и все бегут принудительно бьют вас какое-то определенное время потом через какой-то промежуток времени взрываетесь наносите весь входящий урон плюс магический урон у врагам которые вас лупили ну то есть очень полезно когда идет замес вы этим ультом агрите всех кто там рядом и в это время ваша команда просто добивает и плюс еще ваш дамаг очень отличный ульт да и принципе все скиллы у него неплохие играть им легко тоже советую если вы будете брать и хотите поиграть танком вы не знаете кем именно он именно то что вам нужно будет ли он появилась двенадцатом году это наверное что-то развитие расмуса такое некое имеет щит который накладывает на вас магический физический с физическую защиту потом через какой-то промежуток времени этот щита взрывается но этот щит что-то похож на сионовский только дамага наносит очень мало а вот как раз прибавку к защитам наносит очень много этот персонаж очень если вы только начинаете играть в эту игру я вам его брать не советы потому что там в скиллах вы запутаетесь у него три скилла вам до 3 даже может четыре нет три три ски все три скил один скил это щита все остальные три скилла это они все позиционируют себя как замедлением с и со стуном особенно ульта ульта у нее она бросает на большое кстати большой радиус действия такой sunfire такой луч солнца падает и через какой-то промежуток времени происходит взрыв и вы замедляете врагов сначала вы их станете на какой-то миллисекунды а потом вы их еще за после этого ну и плюс внешне отличный герой но и если вы играете первый раз то лучше подождать три недели попробовать ее потому что там я как говорил там есть у нее скиллы которые надо уметь пользоваться следующий идет мао кай тоже мы дерево он появился по моему в конце 11 года имеет очень много жизней скульт его ульт такой наверное нет у него аналогов похожих ультов как у других допустим там да он бросает на землю как назвать тростник деревья такие то есть в каком если в этом радиусе действия дерутся допустим ваш персонаж и чужой персонаж весь входящий урон этому своему персонажу из вашей команды наносится там на сколько-то процентов меньше а вы еще можете активировать этот скилл то есть вы как бросили этот круг у вас отнимается постоянно мана у нас расходуется дико просто мана но зато весь входящий урон он очень маленький становится но он действует только на вот этот радиус действий то есть если вы нажмете еще раз на ульт произойдет взрыв весь входящий урон будет нанесен этим соперником который находится в этом радиусе такой имба ульт и можно очень хорошо дамажить и очень можно хорошо защищаться можно допустим хорошо под башнями стоять а потом еще наносить урон имеет еще такой скилл он может бросать такое мини дерево допустим куда-нибудь на большие расстояния в кусты если это дерево видит врага но за ним бежит потом взрывается ну для первого раза я бы вам не советовал его брать им очень сложно первый раз играть там не поймете как скиллами но он в танке себя очень хорошо чувствую здесь написано пушер нет он не пушер он скорее всего хорошо такой я бы сказал стоящий на линии он очень хорошо стоит на линии именно в билде танка очень такой сильный я бы сказал даже один вот из самых сильных танков такой когда вы там полностью когда вы собираете его там особенно банши если мы там какие-нибудь там все собрать то вообще получается отличный танк на самом деле но для не для первого раза следующий у нас идет на утилус появился в двенадцатом году имеет отличные ульт но вообще он такой сбалансеренный персонаж он может себя чувствовать очень хорошо в а.п. и очень хорошо в танке но последнее время я заметил его берут в а.п. он что-то наподобие похожий на мордер кайзера только у этого мана а у того энергия ульта у нее действует он бросает вы выделяете врага одного и не важно если вы только выделили от вас идет начинает идти такая волна если этот персонаж кого вы выделили начинает далеко убегать она эта волна идет до тех пор пока она не настигнет этого врага в чем плюс если на вас бежит там пачка врагов и вы кидаете на последнего врага эту волну а то есть она сначала собьет этих врагов она их еще подкинет а как и достигает естественно кого вы выделили она его подкидывает очень отличный ульт и очень отличная пассивка он по-моему бьет два или три раза по врагу следующий удар он его станет вот также имеет крюк может быстро там перемещаться подкидывать перемещаться к врагу от врага ну такой ну тоже не для первого раза персонаж но тоже очень сильный танк ну в ап и его особо не вижу лучше конечно вам билдить в танка тут он больше и выживаемости и убиваемости очень ауешное замедление имеет отличный ульт имеет много маны не жрет принципе отличный герой я ну не для первого раза как бы если вы играете только начинаете играть не стоит его начали сразу прям покупать следующий у нас идет расмос на рамос рамос черепаха появился очень давно в десятом по где-то году самый когда он только появился это был самый-самый танкующий танк самый сильный из них да даже на это время он один из самых сильных он может себя кидать в защиту в такой защищающий режим вы начинаете ползать на какой-то промежуток времени у вас очень сильно прибавляется магической физической защиты также он может настигать врага очень быстро он как ежик sonic превращается в такой круг и бы очень быстро начинает передвигаться и скорость постепенно увеличивается со временем имеет много жизней но тоже если вы играете первый раз то принципе я бы его не советовал убрать здесь написано рекомендовано но я бы вам советовал играть там надо будет разобраться как работает ульта как когда юзать этот щит также у него есть система агро то есть он бросает на врага агры этот враг на него агрится там какое-то определенное время он ничего не может делать он только на вас идет физической защиты то есть можно вытягивать даст им врага из толпы или что-то в этом роде так делать а следующий танк это у нас седжи они один одна из самых новых точнее даже предпоследняя под последний танк который появился в игре мало кто ей играет но на самом деле ей очень легко формиться там в лесу бегать допустим там на линии стоять очень легко все скиллы замедляют останавливают ульт вообще станет но и как я говорил и играет очень мало для первого раза но я бы взял да ей принципе легко играть все почти все четыре скилла там у него все одинаковые все замедляет вот следующий чем чем мой наверное самый любимый танк в этой игре имеет очень много жизни нету маны энергия один из четырех ниндзь в этой игре имеет очень отличный ульт если вы бросается на помощь своему союзнику на любую допустим если ваш союзник там другом конце карты и его там убивают убивает вы прыгаете юзайте этот ульт на своего союзника он начинает медитировать а на вашем союзнике появляется такой некий щит добавляется и через какое-то время вы телепортируетесь к своему союзнику на помощь очень такой прикольный хардкорный такой игрок имеет агро массовая агро кто работает также как у расмуса только она массовая может себя регенить отлично с помощью своего первого скилла то есть вы бросаете то есть вы можете даже своих союзников регенить в принципе этот скилл можно как угодно допустим как агро там использовать там бросать этот меч его врага и то есть все дамажит типа его вот можно лечить и ну такой от самый наверное самый самый идеальный наверное танк ну как я его вижу он самый принципе идеальный из всех танков которые сейчас на данный момент есть в игре следующий это тарик тарик это у нас они тоже один из первых персонажей почти самого начала игры имеет много жизни да он имеет много жизни я бы назвал его таким тарик он похож на такого паладина он бегает с топором и щитом сейчас очень модно его собирать на точнее даже раньше было очень модно собирать его в а.п. он лечит очень хорошо как принципе как сарака то есть вы бросаете на врага хилку вы лечи враг ну союзника и лечить одновременно себя очень отличный скил но и мы сейчас по переделали ульт если раньше вы его юзаете и все кто рядом с вами стоит быстро регенерирует свои жизни то сейчас тарик бьет по земле и дамажит противников то есть сейчас его роль немножко поменялась из танка он превратился в абсолютного саппорта но и почему его берут его берут из-за его стуна стун тоже очень он похож на сионовский стун только работает немножко по-другому если враг находится от вас далеко и вы бросаете и летит в него этот стун через какое-то время у него попадает чем вы дальше враг стоял тем на дольше он будет стоять стуне и также все наоборот если враг ближе толстом естественно меньше действует времени класс отлично легкий имеет второй скилл такой некий баф кто рядом стоит он тому прибавляет физической защиты и то есть он как пассивный активный скилл может отбрасывать и все рядом кто с вами стоит все дамажатся но ему сложно фармить на самом деле такой танк саппорт можете в ап попробовать но рекомендую играть им легко воли бир мы его разбирали уже отличный танк появился тоже недавно наверное самый последний танк который появился в этой игре очень сильный эрикен жизни отличный вульт который бьет по массе куча жизней играть принципе легко я бы вам его да по если вы хотите взять вам по совету так танков мы с вами рассмотрели дальше у нас идут маги ахри мы рассматривали анивия феникс феникс имеет супер свою пассивку если вы ее убиваете то очень появляется такое яйцо и через какое-то время феникс возрождается но вы можете дамажить это яйцо и вы можете то есть убить то есть вы окончательно прибьете ты феникса это яйцо имеет свой реген достаточно кстати большой неплохой персонаж я советую если вы играете первый раз очень легко и играть особенно фармиться ауешный ульт быстро перезаряжающийся но очень много жрет mp маны то есть запасайтесь маной следующий персонаж и не очень сильный одна из первых магичек тогда когда был очень сильный рус это единственный персонаж который мог противостоять легко рузу то она и до сих пор очень сильная очень может призывать себе такого как воли бира медведя так он выглядит по-другому и вы вы ауешно дамажить этим сначала скиллом потом появляется медведь вы можете управлять и тот кто рядом находится этим медведем еще дамажится еще в этом медведе кучу жизней очень отличный персонаж именно для ганка не там если вы играете первый раз очень легко принципе играть но там спасивка только разобраться она каждый пятый скилл она еще при студент очень сильный персонаж и всем рекомендую кто играете первый раз вам понравится очень так дальше бренд идет тоже огненный персонаж помните в доте был лич вот что-то в этом роде только в огненном обличье ульт работает точно так же как у того лича если два врага рядом друг другом стоят и выбросаете ульта но он точно также кидается от врага к врагу ускоряется и их обоих дамажит очень легко делать там допустим можно даже легко принципе сделать почти пентакилл очень легко пассивка у него если вы попадаете скиллом врага он его еще поджигает и он еще какое-то время дамаж если вы первый раз играете я в принципе советую его попробуйте вам понравится дальше идет кассиопея это такая змейка очень сильный персонаж в плане у нее почти все скиллы точнее два скилла у нее на яд очень такой сильный персонаж ультом она может как замедлять так и кидать просто в стун причем это действует ауешно то есть если по моему кто перед ней стоит лицом к ней стоит того она стунет если кто-то спиной стоит того она замедляет плюс очень сильно дамажит отличный маг если вы играете первый раз я вам всем советую единственное только наладить свои прицелы и можно ей просто нагибать и нагибать чугач мы рассматривали до его сейчас уже на данный момент можно рассматривать как и мага принципе раньше это был отличный танк с новыми патчами он превратился такого мага так диана ну да диана мы тоже рассматривали она как и такая имба может и танком быть и джанглером быть вот дальше фиддл фиддл очень очень старый персонаж раньше им каждый второй играл очень очень сильный маг очень очень сильно ульт у него может перепрыгивать через какое-то определенное расстояние бросается и юзается этого ульта в этой ульте у него большой радиус действия кто попадает в этот радиус действий он замедляется ему постоянно постоянно безостановочно наносится дамаг также у этого персонажа имеется fear то есть страх вы его бросаете персонаж начинает посидится в разные стороны он его не контролирует также персонаж может очень быстро восстанавливать свой жизни очень очень отличный персонаж если вы играете первый раз им будет очень сложно играть но когда вы все разберетесь им им очень легко канкать очень легко, это такой очень сильный, у него супер пассивка, то есть все скиллы, которые у него есть, они очень все отлично работают если вы все разберете как что правильно, то вы просто будете заканчивать игру через ближайшие 15, 20 точнее 20 минут и уже ваши соперники будут писать сорендер всем советую разберитесь, вам очень понравится следующий идет хеймер или головастик он маг очень кстати сильный и быстрый, если вы хотите очень быстро, там допустим постоять на меди, ну он стоит везде легко, даже может и в лесу покачаться, в принципе ставит, раньше он мог ставить 3 башни, сейчас он может ставить 2 башни, они стоят до тех пор, пока их не убьют вы, вот такой скилл вы рядом с собой, ну куда угодно на карте их ставите они начинают стрелять по врагам отличная вещь, ульта в принципе нужна и не нужна, она в принципе нужна тем, что она дает 10% кулдаун, то есть перезарядка скиллов имеет отличную гранату, которую он может бросать в врага, если он в него попадает, он плюс его дамажит и стунет очень сильно получается, он быстрее быстрее всех можно прокачаться в игре и очень в принципе легко можно прокачаться в игре именно им, но он больше такой саппорт маг но мало жизней можно легко догнать, но если вы играете первый раз я вам советую, легкий кач раньше очень крушил башню легко сейчас уже профиксили это дело вот всем советую, если вы играете первый раз дальше идет картус ну или как обычно называют его кактусом помните в доте был такой персонаж зевс абсолютно идентичный ульт что у зевса у кактуса просто один в один то есть вы юзаете и неважно где там враг находится видите его, не видите все равно по нему бьется такой некий энергетический бластер советую стоять на миде необычно всегда когда кто-то берет этого персонажа все идут на мид чем быстрее тем лучше ваша задача как вы только начинаете играть этим персонажем очень быстро получить шестой уровень ульт очень он сильный если вы нужно собирать ему все на проникновение никакой защиты все абсолютно все в ап и магическое проникновение под конец игры вы ключевое звенок победе все ваша задача вовремя всех замедлять можно его использовать как и микадзе он вбегает допустим в толпу дамажит всех как может все бросаются агрятся на него его убивают он якобы падает у него пассивка так работает когда у него все жизни кончаются он якобы умирает и у вас есть по моему 8 секунд или 7 секунд и вы можете еще юзать скиллы и в этот момент вам никто не мешает дамажит противников которые рядом с вами там воюют с другими да с вашими союзниками и вы в это время еще юзаете ульты и всех просто кладете к чертям собачьим но через 7 секунд уже погибаете очень отличный персонаж его никто не любит можно просто стоять на миде не просто так качаться и легко фармить фраги с помощью своего ульта советую кто играет в первый раз им в принципе здесь показано что трудно им играть им на самом деле очень легко играть особенно на миде очень легко следующий у нас идет кс1 кс1 и мы распирали он маг да он такой ну он не ассасин он маг но мы его разбирали кенан кенан один из первых помню персонажей кем я делал пентакил ауешный он один из четырех нинси у него нету мана и у него энергия ауешный ульт вбегаете в толпу юзуете ульт три раза бьет по врагу током сильно на четвертый раз по-моему да на четвертый раз когда вы там заюзать какой-то скилл враг попадает в стун в принципе им легко играть очень быстро передвигается ману ману у него вообще нету отличный маг больше в принципе кроме как мага но видел сейчас какие-то извращенцы пытаются его превратить в адшника никогда не собирайте его в адшника он плохой дд как как бы как говорится он чистый маг чистый маг все скиллы ими в них немножко надо разобраться но нагибать им очень легко очень легко особенно с его ультой либланк либланк мы рассматривали очень сильный маг может двумя тремя скиллами просто убить врага как нифиг делать следующее люкс люкс саппорт маг маг да она отличный очень далеко бросая если вы играете первый раз я вам кстати советую далеко кидает свои скиллы а ульт вообще на пол карты летает вот еще плюс ауеш такой бластер он летит просто куда указываете он и просто туда стреляет и все уничтожает быстро отрегенивается быстро у него кулдауны как саппорт тоже неплохо себя чувствует может всей команде накидать щитов стун прям двум врагам кинуть ну отлично в плане а.п. я вам советую для первого раза она очень очень вам понравится мальхазар мальхазар он очень сильный да как здесь написано очень сильный маг только маг больше он ни в каком билде не рассматривается поначалу он им сложно фармить но когда вы докачиваете до 100 уровня его ульта просто она великолепна она на расстоянии дамажит врага плюс она его застунивает был в доте тоже такой персонаж такой ультой точно такой же забыл называется как абсолютно идентичный ему созданный но немножко там скиллы у него по-другому работает плюс пассивка он вызывает своего самонера через 5 спеллов вы им управлять не можете он автоматически сам управляется вот можно даже если вы все на кулдаун соберете можно даже двух таких самонеров они через какой-то промежуток времени становятся сильнее быстрей но с каким течением времени они умирают отличный персонаж в плане там нагибать и все такое всем советую ну скиллами скиллами конечно тут нужно подразобраться моргана отличный персонаж одна из стареньких такой имба маг может себя позиционировать как маг как саппорт как танк абсолютно в этих режимах режим танка просто отлично себя чувствует просто отлично отличный стун у нее на расстоянии бросает стун пассивно себя восстанавливает за счет того что она там кого-то дамажит скиллами она себе регенит у нее встроенный спелл вамп то есть она за счет скиллов восстанавливает себе хп а ульта у нее вообще супер очень крутая сначала она бросает кто рядом стоит врагов персонажей такой луч и ну дамажит сначала а через какое-то время этот этот луч исчезает и враги взрываются и они стунятся то есть если прям в пятерых бросить бежите прямо рядом с ним бах и он попадает стун а потом еще бросите свой стун еще лужу там бросает а если лужу бросаете она его врага дамажит плюс у врага понижается магическая защита то есть отличный персонаж очень сбалансированный плюс ее щит просто великолепный она защищает себя или на кого накладывать на союзника от магической атаки плюс на вас никакие эффекты в этом счете не действуют допустим стуны там да там слипы файры там подобные вещи на вас просто не действуют очень советую если вы первого кого не знаете брать берите ее вам очень понравится следующий у нас идет ориана это ну можно использовать как мага но в основном ее используют как саппорт да ей очень сложно играть она постоянно с этим шариком и все эти шарики ну все скиллы завязаны на этом шарике поначалу будет очень сложно но если вы разберетесь в принципе неплохой саппорт такой но ей как я говорил очень сложно играть не советую брать первый раз следующий у нас идет рамблер один из многих персонажей которого отсутствует мана кстати я бы его рассматривал как и танка здесь он рассматривается как и маг как и мили и пушер но пушер я его не рассматривал как как вот маг он в принципе себя тоже отлично чувствует прикольные скиллы там замедление особенно ульта который летает черт знает куда на большие расстояния вот танк в танке он себя тоже отлично чувствует ну для первого раза разобраться вам будет очень сложно из-за его пассивки рус ну я про него много говорил самый первый маг раньше был очень сильным сейчас его очень сильно понерфили сейчас мало кто играет ну в принципе сейчас можно им играть как чисто таким саппорт магом здесь написано рекомендовано ну да в принципе если вы там первый раз берите его не пожалеете в принципе он такой знаете макс тунер так скажем сейчас он такой макс тунер следующий у нас свейн свейн может может у нас участвовать как только как маг в других билдах я его не рассматриваю да и он не может себя никак позиционировать в других билдах в маге он ульта у него он превращается в ворону и кто рядом с ним он его дамажит любой крипт там персонаж неважно он его дамажит и восстанавливает за счет этого себе жизни очень быстро расходуется мана запасайтесь маной отличный персонаж для первого раза тоже неплохо им играть но придется да какое-то время потратить на изучение его скиллов в принципе такой неплохой советую да всем сундра сундра самый последний на данный момент персонаж который появился это такой очень сильный маг в принципе я не пока очень мало чего знаю потому что она только-только недавно появилась ей пока учится играть пока не знаю что она себя представляет вроде видел она что-то работает с темной энергией стуны вроде у нее есть но посмотрим не знаю рассказать про нее ничего не могу дальше идет вейгар вейгар старый персонаж тоже понерфили ему пассивку то есть если очень супер пассивка уникальная вы убиваете миньона или врага но персонажа не важно вам прибавляются зависимости насколько вы прокачали первый скилл если это первый уровень вам прибавляется 1 ап если это четвертый уровень вам прибавляется 4 ап то есть под конец игры можно просто терминатора ну не знаю убиватора просто собрать из этого маленького вейгара отличный ауешный стун имеет сильный ульт имеет может с трех скиллов просто положить почти любого ну танков конечно не положит но любого там дамагера может легко очень положить виктор очень сильный персонаж появился тоже недавно виктор может это первый был эксперимент с вещами которые встроены в персонажа но их можно апгрейдживать эту вещь можно апгрейдживать через магазин в три варианта то есть у вас три скилла и эти три скилла вы можете с помощью этой штуки апгрейдить отличный ульт ауешный если правильно им пользоваться можно просто по две штуки сразу может от любого уйти с помощью своего бросания на землю такой некой энергии она сначала их замедляет замедляет а потом просто стунет вот так же догонять с помощью этой штуки можно отличный персонаж вам советы но для первого раза вам будет сложно им играть вот дальше идет у нас владимир владимир один из старых персонажей тоже у него нету маны он весь заточен на количество хп чем больше у него хп тем больше у него ап все оно переводит из хп а в а отличный маг ауешный ульт играть в первый раз будет сложно но когда разберетесь можно играть конечно только чистый маг чистый маг как и виктор они оба чистые маги дальше херат а херат он и мало кто играет это чистый маг со своим скиллом который прибавляет ему радиус действия его скилла первого там очень реально очень далеко стреляет плюс оно ему прибавляет магическое проникновение то есть можно очень хорошо им нагибать нехило ну для первого раза будет вам очень сложно им играть но когда разберетесь отличный персонаж зикс зикс это имеет все четыре скилла а не все четыре ауешные может очень в начале игры подгадить кто будет если вы стоите с зигом на линии он может вас просто уже там на третьем уровне очень легко вынести очень далеко у него летают скиллы ульта вообще куда вы укажете в какое место карты туда летит бомба можно такую ядерную бомбу ауешные но у него все скиллы они уешные очень сильный персонаж и можно очень сильно всех нагибать как и отталкивать рассматриваться только как маг пушер вот он реально пушер да он может просто задолбать просто на линии любого в этой игре любого да всем советую один из новых персонажей разберетесь там в скиллах немножко но разобраться вы разберетесь ими легко играть на самом деле всем советую дальше идет зилан зилан самая уникальная ульта у этого персонажа то есть как работает впереди вас ваш союзник почти почти умирает да вы бросаете на него ульту его убивают и через там несколько секунд он оживляется с полными жизнями вот такая вот ульта у него очень противная на самом деле если там все команды вашего союзника бьет 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 и вроде ганкает и вы тут ульт бросаете и вы спасаете вашего союзника и все там матерятся что за фигня такая также маг тут написано маг нет я его рассматривал чистый саппорт он может надамажить у него бомбочка такая есть его никто не любит из-за этой бомбы может тоже в начале игры очень поднасрать неплохо он может бросать так на союзника так и на врага эту бомбу она через 4 секунды взрывается бьет ауешным скиллом вот всем кто рядом с этой бомбой находится неплохой имеет ускорялку то есть так как может ускорять себя союзников или если вы кидаете на врага то она наоборот очень сильно замедляет но я рассмотрю как саппорт я не рассматриваю как мага в принципе потому что у него один домашний скил и все вот очень интересная пассивка он всей команде в начале боя на всю игру прибавляет 8% прибавление быстрее опыта вот 0,8 0,8 процентов вот всем советую кто будет только начинать играть хочет хорошего саппорта вот это именно он именно он его везде всегда ждут отличный персонал вам очень понравится кидать эти бомбы это так мило или спасать ваших союзников на баланс в вашей команде можете очень сильно влиять по крайней мере зура из новых магов в бэтмене есть ядовитый плющ она что-то в этом роде она очень на нее похожа ульта ауешная попытались ей приделать хеймеровские башенки то есть вы можете коконы два кокона там допустим поставить перед собой у вас есть еще два скилла с помощью них вы можете две разные башни сделать но эти башни через какое-то время они погибают но они не очень сильные для фармана я думаю это очень неплохо создано очень сильная пассивка когда вас убивают ваши скиллы все превращаются в один скилл если у вас есть 7 секунд чтобы навестись на линию и вы очень сильно в зависимости сколько вас аппет очень сильно дамажите по этой линии можно даже если вас убивает и от вас убегает соперник у него остается молжигня и вы просто по этой линии бьете и добиваете его очень отличный персонаж очень сильный маг так с магами закончили с магами закончили дальше у нас будут саппорта саппорта галлио мы разобрали жана старый игрок очень сильный саппорт пассивно восстанавливает всем вашим союзникам скорость бега 3% прибавляет на всю игру также имеет очень интересный скилл второй когда вы его изучиваете он работает как активно и пассивно активно он дамажит противника и замедляет его пассивно вы летаете над своими миньонами то есть вам не нужно будет их обходить вы просто через них перелетаете отличный ульт сначала она делает круг если рядом с вами стоял враг она откидывает за зону действия радиус этого круга врага а своих союзников и себя налечит на время действия этого круга также уникальный скилл может бросать на себя или союзника щит этот щит прибавляет защиту и атаку также этот щит единственный щит в игре который можно бросать на башню которую допустим если вы стоите на линии бросаете на башню вы то есть ее бафаете также защищаете и также прибавляете и атаку отлично такой персонаж всем советую кто играет в первый раз очень легко играть очень легко здесь показана стрелка просто зашкаливает сложности на самом деле очень легко играть карма карма тоже отличный саппорт маг саппорт ну скорее всего саппорт идеальная просто у нее пассивка она скорее всего скорее всего это саппорт нет дамажить можно ей можно можно двумя скиллами она просто может закидать с помощью своей ульты Можно комбинировать со своими скиллами Можно много чего придумать Ускорять своих союзников Кидать щит, который дамажит еще вокруг всех Или лечить вообще своих союзников То есть для первого раза вам будет очень сложно ей играть Но когда вы разберетесь, это очень супер саппорт Можно использовать в разных ситуациях по-разному То есть она так адаптируется ко всему, в принципе, кали Кали мы разбирали Лулу, одна из последних, точнее даже последний ее саппорт Который появился в игре Ульт бросает на союзника или себя свою пикси И вы превращаетесь в такого гиганта На время у вас увеличиваются жизни Плюсы, кто рядом с вами стоит Они их дамажат и подкидывают Неплохо кидать такую штуку на союзников Когда они там им плохо, они сразу так всех дамажат И у них куча жизни становится Неплохо, неплохая штука Вот, тоже такой Выживает почти в любых условиях Почти все скиллы имеют активные и пассивные Тоже, если вы играете первый раз Вы будете разбирать ее скиллы В принципе, очень так долго Одни там прибавляют скорость бега Другие превращают врага в пикси Другие скиллы, этот же скилл там, допустим, может Бросать вам или союзникам щит Ну, в принципе, неплохой персонаж Советую всем, но разбираться с вами с ней придется Люкс мы рассматривали, Маргану мы рассматривали Не дали Самый первый персонаж, который Уникальная ульта Которая, когда вы ее используете Вы превращаетесь в кошку И все ваши три первоначальные скилла Они переворачиваются Становятся другими Допустим, вы превращаетесь в кошку И у вас есть прыжок У вас есть удар когтями И сильные удары А когда вы превращаетесь в человека Вы можете бросать копье Кстати, очень классная штука Если вы очень далеко от врага находитесь Чем дальше вы находитесь от врага Там в зависимости, короче, от расстояния получается Дамаг прибавляется То есть можно просто Я помню, Розу почти Да, почти с копья убивал Издалека просто Отлично из кустов бросает Стоят капканы Здесь написано саппорт Но из нее очень хорошо делать апшницу Потому что Потому что Потому что Из-за ее вот этого копья Можно просто вот ваншотить Просто главное только попасть Чен Мы рассматривали Сона Сона отличный саппорт Тоже надо разбираться, как ей играть Поет свои серенады Ультом Она дамажит И заставляет врагов танцевать К определенное какое-то время Можно использовать Как отходной скилл Можно ее собирать Как в АП Но в АП Я вам не советую собирать Собирайте ее лучше В саппорта Там Все вещи Которые Именно что-то прибавляют Там Пассивно прибавляет Скорость бега Пассивно прибавляет Ману И АП В принципе вообще не нужно Вот И все скиллы У нее тоже Как активный Пассивный Тоже будете долго разбираться Кто первый раз Советую Кстати Ей поиграть Она может лечить Бросать Одновременно Там Защиту Или наоборот Там прибавлять АП АД И одновременно Дамажить врага Но в принципе Отличный герой Но надо немножко И разобраться Как играть Там скиллы выучить Сарака Самый первый хиллер В игре Имеет Два всего скилла Дамажных Ульт работает Где бы Союзник ваш не находился Он будет излечен Отличный такой В доте тоже был такой Орг Не помню как его называли Точно так же скилл Ульт работал Вот у нее точно такой же Так же может Лечить союзника Прибавлять ему Ману Допустим И пускать Такой Метеор Или как это назвать Град таких Метеорчиков Маленьких На врагов Когда эти Метеорчики Падают на врага То чем больше Таких Метеорчиков Вы пустили На врага Тем больше Вы врагу Понизили Магическую Защиту Плюс у нее Пассивно Она еще Союзником Прибавляет Магическую защиту В принципе Самый лучший Хиллера в игре Лучше нету Всем советую Для первого раза Ей в принципе Легко играть Вы очень быстро Все поймете Все И всегда Сорака Может тоже Балансить игру В плане Хила Там да Вы можете Очень Если у вас Прямые руки Вы можете Очень сильно Влиять на игру Своим хиллом Так Следующий Идет Тарик Тарик Мы рассматривали Тима Тима Ой сколько Этого Тима Не балансили Сначала Он был Чистый АДшник Его никто Не рассматривал Как сейчас Его собирает В АП все Из-за своих Грибов Его гриб Раньше Можно было Поставить Всего одну Штуку Все собирали На кулдаун Там вещи Чтоб побыстрее Эти грибы Расставлять Сейчас Можно По кулдауну Дождаться Трех грибов Раньше Только Вот как Говорил Одного Сейчас Его переделали Его очень Много Переделали Потому что Из его Пассивки Во первых Которые Очень Прибавляет Много Скорость Бега Вторых Из-за его Первого Скилла Он С дротика Стреляет Очень Хороший Воин Против Не важно В АД ВП Очень Хороший Воин Против Воинов Ближнего Боя Ну или дальнего Именно Физической Атаки Да Он Очень Хороший В этом Плане Он Бросает И то есть Стопроцентный Промах По вам Идет Ну или По вашим Союзникам Там Отличный Персонаж Сейчас Его собирают Все В АП Можно Использовать Как саппорт Своими Грибами Грибами Которые Вы можете Расставлять По всей Карте Можете Если Вы собираете В АП Можете Очень Навредить Вашей Каманде Ну Союзникам Имеется Ввиду Противникам Вот Всем советую Для первого раза Очень легко Разобраться Им Легко Им играть В принципе Но Если вы Слишком Увлечетесь Своими Грибами Вы перестанете Помогать Вашей команде И они станут Играть Четвером И Тогда вы Проиграете Так Следующий Идет Зилан Зилан Разобрали Ну вот В принципе Мы все Классы С вами Рассмотрели Вот такая Они выглядят В принципе Все Эш Эш Я не помню Мы рассматривали Нет Она Самый первый Персонаж Даже когда вы Игру Начинаете Увидеть ее Впервые В жизни Она Ее тоже Очень много Раз Фиксили Это Чистый АДшник Но Скорее всего Такой Знаете Шпион Ей Заменили Скилл Там Ну У нее Было Очень много Фиксов Я не буду Про это Рассказывать Собирать ее Чистые АД Либо Скорость Бегая Атака Либо Вы Дамажите Либо Вы Замедляете Врага Для того Чтобы Его Убили Отличный Ульт Летает На всю Карту И попадает Такая Стрела Летит На всю Карту Попадает Врага И она Его Еще Дамажит И Стунет Отличная Штука Если Вы Снайпер То Всем Советую Ну Вот В принципе Мы Разобрали Всех Героев В Лоли На данный Момент Который Существует Это Был Такой Мини Мини Обзор По Героям Кого Брать Кого Не Брать Что Из Себя Что Кто Представляет Всем Счастливо Всем Пока С вами Был Феникс Подписывайтесь На Мой Канал